Приветствую! В этом видео мы с вами выясним, сколько же раз может пересекать границу лицо, которое выехало как сопровождающее лицо человека с инвалидностью. Как мы знаем, недавно появилось у нас постановление Кабинета Министров номер 1044 за 27 сентября 2022 года. И вот это постановление, изменив правила пересечения государственной границы, упразднило тот пункт, который ограничивал пересечение границы одним-единственным разом во время военного положения. На сегодняшний день такого ограничения нет. А это значит, что сопровождающий может вместе с инвалидом, либо же с человеком, за которым осуществляется уход, пересекать границу многократно. Никаких дополнительных бумаг, разрешений, ничего не нужно. Если вы выезжаете с лицом, у которого есть инвалидность, как сопровождающий, то вы можете это делать многократно, хоть каждый день, хоть три раза на день. Но как ездить самому встает вопрос. А что если нужно ездить в Украину по каким-то делам и неоднократно? Можно ли это? Да, можно. При каком условии? При одном условии. Человек, которого вы сопроводили, должен стать на консульский учет. По приезду в ту страну, в которой он будет находиться, там нужно обратиться в посольство, либо в консульство Украины и стать на консульский учет. Ссылочка на одно из консульств, на консульство Украины в Республике Польша будет в описании к этому видео. Там вы можете посмотреть, какой порядок постановки на консульский учет. И вот если инвалид, либо лицо, за которым осуществляется уход, стало на консульский учет, вы получили справку. Но тут, кстати, да, есть вопрос по справкам. Сейчас чуть позже скажу. Вот если вы получили такую справку, то вы с этой справкой можете ездить хоть три раза на день, пересекать границу туда-сюда. Ну и, естественно, у вас должны быть все документы, подтверждающие ваше право на выезд. То есть, например, если вы едете, изначально вы ехали с одним из родителей, то у вас должно быть свидетельство о рождении, у вас должна быть справка МСЭК, у вас должна быть либо одинаковая регистрация, либо справка о том, что ваш родитель нуждается в постоянном уходе. И плюс к этим документам должна быть справка о том, что ваш родитель, да, является, стоит на консульском учете. Также можно все эти документы ввозить в нотариально заверенных копиях, да, чтобы оригиналы не таскать все время с собой, да, чтобы их не потерять. Можно сделать копии и носить с собой копии. По нотариально заверенным копиям также разрешается пересечение границы. При этом многие уже столкнулись с тем, что консульство не дает никаких справок, а только ставят штамп в паспорт. Что делать в этой ситуации? Все просто. Получили этот штамп, там же в консульстве заверяете нотариально копию паспорта, и вот с этой копией паспорта пусть ездит сопровождающий. Это должно сработать. К сожалению, пока вот на сегодняшний день, сегодня у нас 5 число, 5 октября, пока еще такой практики нет, но я думаю, что будет работать это именно так. И нотариально заверенной копией паспорта с отметкой о постановке на консульский учет будет достаточно. Друзья, если вы считаете, что данное видео содержит полезную информацию, поставьте ему лайк, поделитесь им и подпишитесь на мой канал. Не забывайте о том, что для того, чтобы вам приходили уведомления о новых видео, нужно поставить колокольчик. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока!